Немецкие органы безопасности официально насчитывают около 200 секретных агентов Кремля, действующих на территории Германии. Но, как сообщает немецкая газета Bild, реальное число шпионов Путина в стране гораздо больше. Эксперты предполагают, что российских разведчиков в Германии 2000. Шпионы собирают информацию о политиках, руководителях компаний и передают ее в Кремль. Еще одной целью их работы является дестабилизация внутренней ситуации в немецком обществе. Продолжим обсуждать шпионскую тему с нашим следующим гостем. Это Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, директор агентства реформирования сектора безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, вас вот эта новость по Германии, о которой мы только что говорили, удивила или нет? Нет, вообще не удивила. Надо понимать, что эмиграция в Германию с территории бывшего Советского Союза, в том числе с Россией, была очень интенсивной. Особенно это касалось людей, которые имели какие-то немецкие корни. Очень много, правда, из Казахстана выехало, но я считаю, что это все равно была одна и та же самая волна, и та же диаспора. И реально в Германии создалась такая очень мощная прослойка населения, которая поднимала русский язык, говорила на русском языке. И даже возникла очень большая проблема в Бундесфере. Были подразделения, где специальное распоряжение запретить солдатам между собой говорить на русском языке. Почему? Потому что в Бундесфере очень легко было, через Бундесфер точнее, легко очень было войти в общество и адаптироваться к жизни в Германии. То есть там после службы надавались всякие львоты, можно было поступить и получить высшее образование там тоже по специальным учебным программам. И так далее, и так далее. Я помню ситуацию, когда немецкий корабль ишел с дружеским визитом в Санкт-Петербург, и они специально собрали команду, где 25% всей команды говорила на русском языке. То есть это очень большое количество людей, которые действительно были подвержены или могли быть подвержены той пропаганде, которая велась через каналы русские. Очень много людей поддерживали контакт с Россией. И, соответственно, это именно та среда, где можно было очень активно находить себе агентуру, которая могла бы в дальнейшем работать на российские спецслужбы. А вот реальное число шпионов все-таки 200 или 2000, как полагают журналисты. К какой цифре тут ближе вы склоняетесь? Я думаю, что и не та, не та, не соответствует действительности, потому что нет такой статистики, нет таблички. Я думаю, что даже в самом службе внешней разведки или военной разведке России, они сами не очень могут понять, почему. Потому что есть люди, которые кадровые сотрудники, есть люди, которые работают одноразово, есть, которые действительно агентура. Поэтому я бы к цифре не привязывался. Единственное, что, скорее всего, что 200 – это те, которые могут принадлежать кадровым сотрудникам, то есть те, которые могут быть под прикрытием тех или других общественных организаций международных. Это те, которые могут работать в каких-то фирмах. И они реально могут быть офицерами спецслужб Российской Федерации или в службу внешней разведки, либо военной разведки. А то, что касается, про то, что говорили журналисты, они просто имели в виду, наверное, скорее всего, что тех людей, которые работают на каких-то там контактах за деньги или за какие-то, ну, или с собственной инициативой, работают на спецслужбах. То есть обыкновенная агентура. Поэтому вот есть цифры, которые можно им так вот объяснить. Ну, судя по всему, агентов влияния, да, наверное, еще больше. Те, которые симпатизируют и которых можно просто использовать, как я понимаю. Мы все знаем эту ситуацию со Шрёдером. На самом деле, это очень давняя история. И не забывайте, что Восточная Германия, где, как было, так и остались бывшие сотрудники штази, они тоже никуда не пропали. У них оставались контакты со своими сослуживцами с бывшего КГБ СССР. Они очень активно сотрудничали, я так думаю, с российскими спецслужбами. Поэтому вот это все в комплексе и может подтвердить эту информацию. По вашему мнению, вот в каких еще странах, кроме Германии, вот было и есть огромное количество российских разведчиков? Ну, если среди европейских стран, то это, скорее всего, была, ну, и остается Швейцария. Это там, где очень много международных организаций. Это остается Бельгия, это в какой-то мере Чечень, потому что это центральная Европа, и там очень много тоже есть выходцев с России. И до последнего времени очень активно использовалась Болгария. Но болгары пошли очень кардинальными методами, видите, они там массово начинают выводить даже дипломатов. Очень много, очень много людей в Болгарии и в Черногории в свое время купили дома. И, чтобы вы понимали, например, Черногория, небольшая страна, около 600 тысяч населения. Из них, по статистике, около 10%, то есть около 60 тысяч, говорит на русском языке. Не все россияне, но основная масса – это российские граждане. И до последнего времени именно Черногория использовалась российскими спецслужбами, как одна из перевалочных баз, потому что она, это еще до вступления Черногории в НАТО. Поэтому страны, где могут быть, тоже Кипр, не будем забывать. В свое время была Греция, а Греция там больше под предприятием православных церков. То есть есть страны, которые имеют свою специфику, которые Российской Федерацией и ее спецслужбами используются в той или иной мере по полной программе. А какую роль их работа могла сыграть в войне? Какую функцию они выполняют? Какие данные сейчас собирают? Ну, в основном мы понимаем, что, начиная с активной фразы, с начала военных действий, это 2014 год, основная их не была задача не допустить передачи Украине вооружения и боеприпасов. Вот по боеприпасам мы сейчас четко понимаем, что у нас самая большая проблема – это калибры бывшего советского вооружения. Это, в первую очередь, Болгария, Румыния, Чехия, там, где были склады. И склады мы знаем, что там взрывают. Это первое направление. Второе направление – это дискредитация Украины среди общественного мнения и нахождение тех или других политиков, которые могли препятствовать Украине в продвижении своих информационных каких-то нарративов, где-то решение вопросов. Возможно, противодействие в международных инстанциях и судах, использование международных организаций. Знаем, как активно использовался ОБСЕ, как активно использовался Красный Грест, хочет он или не хочет. А активно использовался Европейский Совет Европы и так далее. То есть это очень много моментов, где они проявляли свою активность. А скажите, как вообще Россия строила свою агентурную шпионскую сеть? Это была, в принципе, сеть, построенная еще во время Советского Союза, о которой еще в свое время Виктор Суворов писал, по этой резидентуре. Или это уже какая-то новая сеть у них, чисто вот своя? Ну, надо понимать, что все-таки прошло очень много времени. И те люди, которые были, возможно, завербованы еще за время Советского Союза, они либо отошли, либо просто их уже нет в живых. А основная масса все-таки строилась на тех людях, которые высказывали свое мнение положительное про Россию. Это, как правило, по политике левого и правого толка. Кстати, Россия огромные деньги вкладывала именно в эти политические структуры, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в тех или других странах Европы. Мы знаем, что даже Липен, лидер правой партии во Франции, не скрывала, что получала финансирование из Российского банка. То есть одно из направлений – это именно внедрение своих людей или просто получение каких-то преференций среди крайне левых и крайне правых партий. И вот именно там и находились эти люди, которые могли пойти на сотрудничество. Это если из местных или из бывших. Очень много создавалось сетей так называемых любителей России. Это и рост сотрудничества, это и какие-то клубы по интересам, это и клубы спортивные даже, какие-то там специфические виды борьбы, там самбо, еще что-то такое, которое культивировалось в России, и оно как бы там пробандировалось. А через эти клубы и вот такие вот вещи поднялись уже люди, которым интересна была Россия, они рассматривались, их проверяли. Если они подходили, их могли забывать. Вот хотел бы вас еще спросить, вот какие самые громкие, возможно, провалы российской разведки, скандалы, вот есть что-то на вашей памяти такое? Ну, сейчас тяжело вспомнить, потому что начиная с 2014 года очень активно начали вычищать всю российскую агентуру. Ну, давайте вспомним последнее, то, что на слуху, это агент-нелегал, который под видом гражданина Бразилии пытался устроиться в международный суд ГААЛе. То есть Нидерланды его вычислили, вычислили, что это никакой не гражданин Бразилии, а это подставной человек с российской филологической фамилией, и он реально хотел там легализироваться для того, чтобы иметь доступ к делам международного судна. Вот это вот один из таких очень ярких примеров, как агента могли вычислить. Сейчас ситуация очень скандальная складывается в Австрии, где бывшие сотрудники австрийских спецслужб, которые были на пенсии, использовались, я не знаю, в темную, не в темную, для того, чтобы по заказу российских спецслужб контролировать пребывание тех или иных людей на территории Австрии. Это было все раскрыто, причем был раскрыт еще, параллельно был раскрыт еще один сотрудник военной, по-моему, военной разведки, тоже в генеральном штабе. И это все сейчас создало такую ситуацию, когда, ну там спецслужба не очень большая, там около их 400 человек, может чуть меньше, но это создало такую ситуацию, когда фактически вся спецслужба находится в распоряжении, ее полностью сейчас переформатируют. То есть вот такие вот, даже вот такие вещи есть, про которые можно вспомнить. Спасибо за ваш интересный комментарий. Спасибо Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, директор агентства реформирования сектора безопасности был на связи со студией проекта Freedom.